Перевалил за середину. Каждым днем становится на улице все теплее. И город, что называется, поплыл. Настала самая горячая пора для КБУ. В течение всего дня, сегодня к нам в программу, звонили телезрители, обеспокоенные уборкой городских улиц. Как наводят порядок на улицах города этой весной? Сколько единиц техники работает сегодня на железногорских дорогах? Все эти вопросы от горожан мы переадресовали руководству комбината благоустройства. Сегодня в редакции новостей «Информэкспресс» просто раскалился телефон от звонков жителей, недовольных темпами уборки улиц. Но упреки адресовать журналистам оказалось некому. В КБУ для весенней очистки от снега занята вся техника и почти весь рабочий состав. Проблемы какие мы решаем на сегодняшний день? По большому счету, мы с дороги улоску снега практически закончили. Более актуальны на сегодня это тротуары, поскольку на них 5-7 толщина снежного наката. Но если он даже на сантиметр отмокает, то уже можно замочить ноги. Поэтому у нас щетки работают, мы с снегопогрузчиками вывозим с тротуаров снег. Порядка 30 дней из техники у нас работают каждый день. Плюс и чуть-чуть поменьше по субботе и воскресенье. В воскресенье нам удалось 3 грейдера вывезти. Так, ну, суточного примерно это около 30 дней из техники. В целом весенняя работа на дорогах в этом году мало чем отличается от прошлогодней. Также дел не в проворот. Тяжелая техника расчищает дороги, собирает снег и вывозит его на полигон. Но в этом году на карте уборочных работ все же добавилась одна проблемная точка – улица Южная. Труд КБУ по ее уборке порой напоминает Сизифов. Но так как решение причины проблемы неведений КБУ, его работникам остается лишь по мере сил устранять последствия. Ну, самые проблемные места, наверное, все-таки это улица Южная. Поскольку, ну, по этой улице сейчас весь поток транспорта движется первая, вторая. Она будет откапитальная в этом году. Ну, планируется, во всяком случае, ее откапиталить, но она достаточно плохо выходит из зимы. То есть большое количество ям, лужи. Вот на сегодняшний день мы уже начали лужи откачивать. Ямы самые глубокие отсыпаем. ПГС. Но это такое очень маленькое спасение. Только на 2-3 часа при такой интенсивности дорожного движения. Вот. Ну, безусловно, знаки, неровная дорога, выставим. Для этой улицы только минимальный скоростной режим. И вот так вот. Кипит работа и на улице Парковая. Здесь за дело взялись работники цеха благоустройства и озеленения. Ну, вырезку сучьев мы сделаем ежегодно, во все месяца. С января заканчивая декабрем. А такие виды, как формовочная обрезка, мы проводим, значит, вот, начиная с декабря. Декабрь, январь, февраль и март месяц. Все, первые апреля уже заканчиваем. Вот. Оформовочную обрезку согласно контракту, сколько было деревьев, мы уже сделали. А сейчас проводим санитарную обрезку деревьев, выпиливаем сучьи, которые усохли или сломаны были. И также вот выпиливаем сучьи, которые висят на дороге и мешают как проезду транспорта, так и вот очистке тоже тротуара. Тяжелая, кропотливая работа по подравниванию деревьев не единственный способ, которым КБУ придает зеленым посадкам города тот самый фирменный, по-железногорски ухоженный вид. В арсенале цеха озеленения и благоустройства, помимо формовочных, декоративных обрезок и санитарных рубок, существует и способ продлить жизнь деревьям. Срок жизни дерева, конечно, омолаживающая обрезка. Это когда мы, значит, крону урезаем и оставляем только две-три большие толстые скелетные ветви, чтобы на них молодые наросли. Ну, лет на пять-семь оно продлевает, да, дерево омолаживаем. Поэтому омолаживаем деревья. То есть вот то, как раз на что ругаются горожане обычно, да, что сначала некрасиво? Да, что сначала некрасиво, а потом превращается в красоту. К такому в КБУ давно уже привыкли. Жаль, говорят только, что когда плоды усилий становятся очевидны, спасибо в свой адрес, они все равно почти никогда не слышат. Весна в разгаре и работы еще не в проворот, но терпеть слякать долго не придется. Это обещают нам и коммунальщики, которые без дела в эти дни не сидят, и синоптики, прогнозирующие теплую и сухую весну. Так что всем нам осталось набраться терпения. Лариса Мельниченко, Сергей Чурин, Информэкспресс.